Эй! 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 Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ютуб он осмотрелся, блядь! Эй! 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 Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Не-не-не-не, не тут... Здравствуйте! Меня зовут Мороз Олегович. Меня зовут Алексей, компания Кровмонтаж. Мы продолжаем знакомить вас с видеоинструкцией по монтажу гибкой черепицы Катэпал. В прошлом видео мы подробно рассказали и показали, как нужно произвести монтаж гидроизоляции, утепление кровли, шаговые обрешетки, контрабрешетки, фанеры и подкладочного ковра. Ссылка будет в описании. Ну а в этом видео мы произведем финальную часть монтажа гибкой черепицы Катэпал и покажем в деталях монтаж карнизной планки, гантов гибкой черепицы, устройства яндовые, обходы дымоходов, арочных окон и так далее. Будет много интересного. Погнали! Все-таки гибкая черепица легка и проста в монтаже и не требует никаких специальных инструментов. Молоток, рулетка, нож, шпатель и ножницы по металлу. Перед монтажом карнизной планки производим монтаж водосточных крюков по шнурке с направлением уклона в сторону водостока. Контрабрешетка 50 на 50 декорируется вентиляционной лентой специальной, так, чтобы сюда не попадали птички, не вели гнезда, осы и так далее, белки. После монтажа фанеры мы вырезаем специальные технологические разрезы, чтобы утопить карнизные крюки для водосточной системы. Карнизные крюки гнутся специальным кронштейн-огибом. Ловим уровень и направляем сток воды по направлению к вертикальному водостоку. После монтажа подкладочного ковра мы производим монтаж карнизной планки. Прикрываем этот зазор, чтобы снег не переваливался в эту сторону и лед. Монтаж карнизной планки производится поверх подкладочного ковра. В инструкции Катэпала указано, что карнизная планка металлическая крепится сверху подкладочного ковра. У других производителей, я знаю, требования совершенно другие. Но Катэпал требует именно так. Крепить карнизную планку нужно с расстоянием 20 см. Есть в арсенале на этом объекте гибочный станок. Все эти детали гнутся у нас автономно. В данной комплектации идет карнизный и коньковый гонг. И на коньки, и на карниз. Клеить нужно встык-встык, прям без зазоров. Сейчас жарко, клеится прям моментально очень хорошо. Ребята даже еще гвоздями не крепят, он уже сидит очень здорово. Производитель рекомендует в карнизной зоне делать отступ от металлической кромки карнизной планки сантиметр-полтора. Чтобы скапывала вода, не загибались кромки кровельного материала. Если будет торчать у вас гонг, то ветром его будет поддирать. Недостатка много, запомните. Отступ делать от карнизной планки, от кромки сантиметр-полтора. Тогда будет все ориентировать. После укладки подкладочного ковра поверх него монтируется яндовая пинтери. Яндовая это один из важных узлов на кровле. Во внутренний угол яндовой сбегается вода с двух скатов. Зимой залеживается снег. Этому узлу нужно уделить особое внимание. Первоначально в зоне яндовой нужно настелить подкладочный ковер. Крепится с краю гвоздями. Вкладывается потом яндовая пинтери в центр. Края яндового ковра фиксируются специальным клеем битумным К36. Также, чтобы не было смещения ковра, края фиксируют гвоздями к сплошному настилу. На карнизе яндовый ковер крепится карнизным планком. Если у вас крутой угол наклона, острый, как у нас, то в основании лучше сделать, вырезать из брусочка или из доски. Такое основание. Лучше обезопаситься, сделать такой брусочек. Ледяная нагрузка в этой области достигать может и тонны веса. И просто может прорвать. Тонну это зря ты сказал. Почему? Снеговая нагрузка, Юрий, чтобы ты знал, на квадратный метр по нашему региону это 200 килограмм. А в зоне яндового здесь накапливается, умножая еще на 4 или на 5. Окрепить гибкую черепицу нужно вот таким ершоным гвоздем кровельным. Ершоный гвоздь сидит в посадочном месте очень крепко. Если вы хотите своими силами впервые покрыть крышу, я вам рекомендую начать с изучения самого материала и его особенностями. Гибкая черепица КТПАЛ – это кровельный материал, изготовленный из СБС модифицированного битума. В основе гибкой черепицы находится нетканный стеклохолст, который обеспечивает прочность на многократный изгиб. Лицевая поверхность ганта покрыта цветным натуральным сланцевым базальтовым гранулятом, который обеспечивает прочность и износостойкость. Гранулированное покрытие ганта обеспечивает также и цвет самой черепицы, и вашей будущей кровли. Оборотная сторона ганта состоит из защищенного пленкой самоклеющего битума слоя и области, посыпанной мелким песком. Вверху ганта самоклеющийся слой в нижней части ганта с внутренней стороны позволяет надежно соединить и фиксировать ганты между собой, формируя водонепроницаемое сплошное кровельное покрытие. Монтаж гибкой черепицы производится при температуре от плюс 5 до плюс 25. В основе гибкой черепицы все-таки находится битум. Он при минусовых температурах имеет свойство сжиматься и плохо приклеивается. Нам приходилось производить ремонт и в холодное время года. В этом случае советую хранить упаковки с гибкой черепицей в теплом месте и вытаскивать на холод с теплого помещения и быстро производить монтаж. Если кровельные работы производятся при температуре выше плюс 25 градусов, необходимо использовать специальное оборудование, чтобы передвигаться по покрытой поверхности. Смотрите, кровельщики сколачивают из таких досок или бруска и монтируют специальную пластину, которая продается в скобяных изделиях на саморезы. Прикрывают лепестком и перемещаются спокойно. Правда, не забывать нужно о дополнительной страховке. Шаг этого устройства рассчитан на рост человека. Если кровля большая, также это приспособление перемещается выше. Человеку в принципе не вредит плитке при высокой температуре, а перемещаются по этой доске. Сохраняя при этом внешний вид гибкой черепицы, кто занимается кровлей, поймет меня, о чем я говорю. С вами поделимся, как мы делаем карнизную часть арочных окон. Мы гнем из прямого листа, в данном случае матовый пурал, заготовки по 20 сантиметров. И мастер крепит эту полоску и загибает, поднимает под прямым углом замочек, где-то полтора сантиметра. Вот таким макаром. Где-то еще необходимо постучать, выровнять, все подрезать. Вырезаем вот такие заготовки по 90 сантиметров, по метру. И так вот будем декорировать из четырех частей. Мне поможет Юрий. Ты сегодня не дуешь, ты сегодня помогаешь. По этому контуру мы обводим, чертим линию карандашом с обратной стороны. По этой линии нам нужно теперь обрезать, оставить запас сантиметра. Для чего этот сантиметр оставляется? Этот сантиметр мы будем потом загибать, чтобы одеть вот как раз на эту часть. Это будет фальцевое замковое соединение. Будет и аккуратно, и красиво, и герметично. И так начну загибать по этой линии. Наметьте сначала линию и за два-три приема пройтись. После того, как мы загнули, брюки превращаются. После этого эта часть также аккуратно загибается. Согласитесь, так смотрится намного лучше. Сопряжение дымоходов с кровлей мы выполняли фальцевым способом из металла. Этот важный узел займет очень много времени. И чтобы о нем долго не говорить, ссылка будет в описании. Это видео я уже снимал чуть раньше. Так что, кому интересно, переходите, смотрите. На этой кровле имеется три дымохода, которые были обшиты старой дешевой виниловой вагонкой. Мы это все удаляем и решили покрыть фасадными панелями из специального пластика под дикий камень. Теперь рассмотрим детали. Пойдем со мной. Мы дымоходы обходим фальцевым способом из крашеного металла. Все сделано на ординарный замок с бутилкаучуковой лентой с проклейкой. Фальцевый замок надежно герметизирует по порядку. Гидроизоляционную мембрану мы заводили также на дымоход с проклейкой всех стыков обязательно, чтобы гидроизоляция случилась. То есть я не знаю, что. Капель, как это попадет, гидроизоляция все равно должна подстраховать, вывести эту каплю за край кровли. Я прикручиваю на такую джейфаску из металла, чтобы не задувало в эти щели. Даже если сюда будет попадать косой дождик, по джейфаске будет направляться водичка по скату. Обход дымохода выполнен по высоте 200 мм. В воде попасть туда невозможно. Форма панели и цветы у нас выбирал сам клиент. Эти панели, они легкие в монтаже. При монтаже нужно оставлять температурный зазор. А так уже выглядит отделанный дымоход фасадными панелями. Смотрите, как добротно смотрится. У нас есть два купола на этой кровле. И купола тоже нужна вентиляция. Под ним тоже есть комнатка с окнами. В этой границе где-то потолок утепленный находится. Нагромождать в этой области вентилируемые коньки пластиковые, они будут сходиться потом кверху. Это не целесообразно, да и незачем, и некрасиво. Поэтому мы делаем такой одинточечный аэратор, который стоит на тыльной стороне купола, ближе к внутренней части кровли. Его и не видно с улицы, и он выполняет важную функцию. Вентилирует сам купол. Венчает этот купол из матового пурала специальный металлический конус, который мы установили. На этом объекте использовались элементы безопасности в виде снегозадержателей, так называемых скоб. Эти скобы задерживают снежную глыбу, и по ходу ее движения крошат. Скоба крепится вот именно так. Крепление происходит под лепестком, который со временем склеится. И не нарушает герметичность кровельного покрытия. Намонтированный пластиковый вентилируемый конек. Вентиляция происходит в этом месте, в этой пластиковой решеточке. И все хребты и коньки на этом объекте сделаны данным образом. И потом уже коньковой плиткой накрывается, клеится сверху. Вот здесь уже склеилось, жестко не поднять. Есть у нас яндовая, которая просматривается и с улицы, и со двора. Аккуратно по шнурке мы обрезали ганты таким образом, оставляя здесь между гантами расстояние 10 см. Такой способ с яндовым ковром делать лучше на видимых участках. На этой кровле у нас имеются полукруглые эркера или арочные окна. Здесь специально мастера делали так называемый способ устройства яндовых в подрез. Его можно делать без яндового ковра в пинтере, только подкладочный ковер. С одного ската гибкая черепица заводится на один скат, с другого ската накрывает сверху и аккуратно подрезается. Можно подстраховаться еще битумным клеем К36. Он отлично заклеивает все нюансы, какие-то дырочки. Водосточная система у нас металлическая, надежная, прослужит долгие годы. А была здесь пластиковая. Вот клиент почувствует разницу. Я не знаю каким образом кто это проектировал, но здесь получается у нас горлышко от бутылки. Постоянно скапливался снег в этом участке. Мы обсудили с клиентом способы решения этой проблемы в этой зоне. И решили объединить три арочных окна. Под одну кровлю окна так и останутся. Здесь будет отдельный фасад. Здесь мы заложили полнотелым кирпичом. Вот в этом месте вода протекать уже точно не будет. Теперь наш клиент задумывается разрушить всю эту балюстраду, эти балясины. Сделать из стеклопакетов зимний сад. Я узнавал, идея хорошая про зимний сад. Хотел даже себе на дом. Но пока по временю, потому что он обойдется как чугунный мост. Кровля практически завершена. Остались мелкие штрихи. Наши ребята уберут все эти конструкции временные. Остались только флюгарки на дымоходы. Работали мы здесь ровно месяц. Кровля составляла около 600 квадратов суммарно. Вуаля, результат налицо. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Алексей. Ну что, подошла наша стройка, наша акция к концу. Кровля завершена. Дайте этому оценку. Здесь очень сложная геометрия кровли. И все, что можно было здесь применить, здесь есть на этом объекте. Наша продукция, гибкая черепица, проявила себя во всей красоте. Облик дома изменился и стал более презентабельным. Цвет кровли вписался в пейзаж. Я считаю, что вы справились с выполнением данной задачи на высшем уровне. А самое главное, что наши клиенты очень довольны той работой, которую получили. Спасибо, Ксения, за теплые слова. Всем удачи. Пока.